Подходят пенсионеры, расплачиваются карточки. Конечно, они недовольны и как бы фыркают, можно так сказать, и огрызаются. Под нарекание льготников попали водители «Газели». По словам пассажиров общественного транспорта, порой они проезжают мимо, когда видят на остановке пенсионеров. На конечной остановке, не на конечной, на Кузнице проходит 42-й автобус. Как увидишь, то женщины, бабушки стоят, проезжают мимо. Еще сейчас моду взял поступать 35-й маршрут. Вот перед этим я, наверное, целый час стояла. И такая жалоба не единична. Челнинцы уверены, подобное отношение водителей «Газели» к ним из-за того, что они расплачиваются социальным проездным билетом, социальной или банковской картой. Карты расплачиваются. И ученики, и молодые люди. Они тоже недовольны этим. Потому что, как они говорят, нам эти деньги приходят через месяц только, и то они 27 рублей, а там чуть ли не 15 рублей им только приходят. Некоторые вообще высажу, говорят. Как думаете, почему они такое плачут? Ну, я не знаю. Частные, потому что извоз. Им выгодно, чтобы это были денежки. Но у водителей общественного транспорта иное мнение. По словам перевозчиков, они одинаково относятся к пассажирам. К тем, кто расплачивается за проезд наличными средствами, и к тем, у кого социальная или банковская карта. Главное, чтобы зайцем не проезжали. Это нормально как. Проездные все равно должны быть. Нет, никак не выгоняют. А почему, вы как думаете, некоторые водители агрессируют по отношению к таким пассажирам? Не знаю, я думаю, среди нас таких нет. Девятка вообще нормальная маршрутка, да, был? Благосклонно, нормально. А как считаете, почему некоторые водители агрессируют в сторону? Не могу сказать. Может, просто из-за того, что компенсации маленькие. Если водители автобусов проезжают мимо, за это их ждет серьезное наказание. По словам начальника отдела транспорта и связи из полкома Максима Парамонова, если перевозчики не принимают социальную карту, наступает административное наказание. Кроме того, он будет нести ответственность в рамках заключенного договора. В случае нарушения водителями правил перевозки пассажиров и багажа следует обращаться в отдел транспорта и связи по телефону 30 57 95. Поступление таких вот обращений, фактов, грубого отношения, в том числе и связанных с оплатой проезда, проводится служебное расследование, запрашивается объяснение. Берем записи с камер видеорегистратора. При возникновении конфликтной ситуации, при наличии видеозаписи проще разобраться во всем. Проезд компенсируется не водителям, а транспортному предприятию, в котором он работает.